Всем привет! Хочу сообщить, что на одной из последних тренировок я получила травму – закрытый перелом руки, вследствие чего я вынуждена пропустить несколько месяцев активных выступлений в НФР. И перед своим уходом до полного восстановления я хочу оставить небольшое послание для Кайли Дэвин. Кайли, ты можешь называть себя главной ведьмой НФР, ты можешь называть себя главной силой, ты даже сломала мой любимый веер. Но для меня ты всего лишь маленькая чсвшная девочка, недавняя дебютантка, которую я укажу на ее место. А сделаю это сразу после своего возвращения, так что жди и не забывай. Добрый вечер, дорогие друзья! Это независимая федерация рестлинга, и вы знаете, что это значит. Мы готовы начать шоу «Удар». И сегодня в этом зале я вижу десятки довольных лиц. Сотни мы еще узнаем, которые потом узнают от вас об этом шоу. А тысячи посмотрят на ютубе еженедельное шоу «Удар». Поэтому скажите мне, вы готовы? Нет, я что-то не понял. Давайте, конечно, вы же знаете, что делать. Вы готовы? Тогда давайте же начнем. И встречайте новый генеральный менеджер Независимой Федерации Рестлинга. Тим! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, 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 раз. Ну что, друзья, всем добрый вечер. Очень рад всех вас приветствовать здесь в очередной раз. Как вы уже могли заметить, при новом генеральном менеджере произошли уже определенные изменения. Был возрожден, например, интернет-титул в виде интернет-хардкор-чемпионства. Как вам это? Изменений будет очень много. Вы уже, наверное, заметили, у нас сегодня новый ринг-анонсер, мой большой друг и товарищ Валерий Вайнер. Прости, брат. Дело вот в чем. Очень многие, в том числе и я, заметили, что на прошедшем ивенте Независимой Федерации Рестлинга «Последний бой» наш постоянный анонсер, видимо, немножко устал. Он допустил очень неприятную ошибку. Он решил не объявлять матч за титул чемпиона Москвы. Этот титул для меня значит очень многое. Он значит очень многое для всех рестлеров, кто вкладывался в продвижение этого титула, кто его защищал. Локомотив, Серж Салливан, Вертига, Дмитрий Орлов, Ронни Кримсон. Все эти люди были глубоко задеты его неприятной ошибкой. Поэтому Еретик отправляется... Нет, ни в коем случае человек. Человек очень предан Федерации, поэтому... Я предоставил ему отпуск. Я предоставил ему отпуск. Время для того, чтобы отдохнуть, восстановиться. Временно его заменяет ваш покорный слуга. Спасибо, 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 спасибо. Ладошки вам еще пригодятся. Следующее нововведение. То, о чем я очень много говорил в своих манифестах, это постоянные нарушения правил. Никто не знает ничего больше о нарушении правил в рестлинге, чем я. Все это знают. Честный рестлинг! Честный рестлинг! Честный рестлинг! Так вот, проблема вот в чем. Я и мы все устали от того, что последнее время, в последние дни, недели, месяцы правления Михаила Никитина другие рестлеры постоянно вмешивались в чужие матчи. Постоянно нарушали правила. Люди выходили и говорили, типа, эй, я не буду драться, будет драться моя подруга. Это что такое? Что это такое? В том числе. И самое, знаете, что обидное? Не то, что эти правила нарушались, а то, что наши уважаемые преданные рефери, Максим Миронов, Данила Дмитриев, они выглядели полными идиотами при всем при этом. Потому что они просто не знали, что делать. Потому что рестлеры, они совершенно обезумели. Они творили, что хотели. Поэтому следующее нововведение для всех рестлеров этой федерации. Кто меня слышит, кто не слышит, кто будет смотреть это в записи, кто будет читать об этом в интернете. С сегодняшнего дня и до 1 сентября 2021 года все матчи независимой федерации рестлинга проходят без дисквалификации. Любите вмешиваться? Любите нарушать правила? Любите выставлять другого оппонента вместо себя? Пожалуйста, вы теперь можете это делать. Но это могут делать и против вас. Запомните. Запомните мои слова. Далее. Естественно, мы же не можем превратить это все просто в анархию. Делайте, что хотите. Хотите, деритесь. Хотите, не деритесь. Я наделяю наших рефери специальными полномочиями. Теперь в матче. Они главные. Теперь они в матче. Короли. Ни Локомотив. Ни Самди. Никто другой больше не король на этом ринге во время матча. От гонга до гонга. Здесь король. Либо Максим Миронов, либо Данила Дмитриев. Рефери может принять решение закончить матч в любой момент. Рефери может принять решение удалить кого-то из зала. Рефери может принять решение дисквалифицировать рестлера, если он посчитает, что он каким-то образом нарушил моральные или физические правила, которых в общем-то нет. Но всегда есть какая-то вещь, что называется перебор, когда немножечко перегнул. Часто такое бывает. Так вот, если рефери посчитает, что кто-то перегнул, он будет удален, дисквалифицирован и прочие вещи. Это, дорогие друзья, для того, чтобы вы не думали, что вам теперь можно все. Вам можно вроде бы все, а вроде бы и нет. Вот такое вот интересное решение. Следующий момент также касается наших уважаемых рефери. Для того, чтобы разбирать все спорные ситуации, которые будут возникать в связи с новыми правилами, которые я только что ввел, я создаю специальный орган. Я создаю судейскую коллегию Независимой Федерации Рестлинга. В судейскую коллегию Независимой Федерации Рестлинга вхожу я. Входит президент Независимой Федерации Рестлинга и, конечно же, наши рефери. Данил Дмитриев, Максим Миронов. Если в какой-то момент в матче было принято спорное решение, в матче были какие-то спорные действия, или, например, кто-то решил атаковать, рефери, рефери отключился, чего-то не увидел, любой матч может быть пересмотрен на видео, и судейская коллегия может принять решение относительно того или иного рестлера. Вплоть до увольнения, отстранения, штрафа, лишения титула и прочие вещи, которые они посчитают нужными. Ну и, конечно, одна из самых приятных вещей, ту, которую очень многие так долго ждали. Хорошо, не многие, только я. При Михаиле Никитине были определенные проблемы. Все это знают, все это видели, я это просто немножечко подсветил. Михаил Никитин сделал очень многое для федерации, но он, к сожалению, в какой-то момент перестал справляться со своими должностными обязанностями, потому что он слишком многое на себя взял. Такое может случиться с любым. со мной, с вами, с операторами, хоть с кем. И всегда, всегда для того, чтобы держать, скажем так, дело в узде, нужно отличное прикрытие, нужна команда, нужна бизнес-партнерство, нужна верная дружба. И поэтому я с большим удовольствием хочу сейчас анонсировать человека, которого я подобрал, не включая сейчас его музыку, которого я подобрал на должность первого заместителя, генерального менеджера независимой федерации рестлинга. Я проводил большой анализ, я рассуждал очень долго, я пересматривал кучу видео, я общался с абсолютно разными людьми. Так вот, что я вам хочу сказать про этого человека. Я анализировал всех не только действующих рестлеров и сотрудников, но и бывших рестлеров и сотрудников. Этот человек, послушайте, послушайте, этот человек больше 12 лет находится в этом бизнесе. Он уже сотню раз доказывал веру в свои убеждения. Этот человек знает цену своим деньгам, своему времени. Этот человек знает цену своим словам, но он никогда не лезет за словом в карман. Я работал с этим человеком, и это было одно из лучших времен в моей карьере. Друзья, я с большим удовольствием представляю вам, не побоюсь этого слова, мою правую руку, включая его музыкальную тему, брат. Спасибо. Друзья, для тех, кто не узнал этого человека в костюме, разрешите представить, уважаемые... Друзья мои. Друзья, выключи, выключи, выключи музыку. Ваша реакция мне понятна. Уважаемый Ричард, ваша реакция мне понятна. И когда я понял, что именно этот человек лучший кандидат на эту должность, даже я сам немножечко испугался. Потому что как лысый пёс, как человек, как официальный, как лысый пёс может быть первым заместителем генерального менеджера независимой федерации рестлинга. Но послушайте, послушайте, этот человек потерял свою команду, этот человек потерял командные титулы. и уважаемый Ричард Мол переосмыслил свою позицию в российском рестлинге, переосмыслил, переосмыслил все эти вещи, которые он делал ранее. И именно поэтому я принял решение сделать его первым заместителем. Главным в любом случае остаюсь я. В моё отсутствие исполняющим обязанности генерального менеджера является Ричард Мол. Ещё раз дайте ему большие аплодисменты и давайте начинать. Ты семёс! Ты семёс! Ты семёс! Ты семёс! Вы поймёте это решение со временем, друзья. Всем спасибо. Мы отправляемся с Ричардом комментировать. Валерий, приглашаю вас. Всё равно это всё. Я получил этот титул законно. Я показал всем, что я новый чемпион хардкор. Поздравляю, чужой. Спасибо. Я победил Руби Брута. Я стал новым чемпионом. Я показал, что мне не нужен никто. Только я один. Только НЕЙ! Чемпион! 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 Пойдём, поговорим. Есть разговор. Руки мы с того, что... Rel江 Тест, Тест, Treasure Ви! Конечно! Обращается vídeo Пойдем! 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 Иди! Воду закрывать! Как вон я! Ну что? Чемпион, а? Тойка Юля, да? Тойка Петя! Лефери, ты сейчас специальный! Давай! Раз, два! Рейкс, новый интернат хаткор чемпион! Даааааааааааааааааа… Новая эра Петя! Начgence! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа… Глаза не чипят, а? Сука такая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иван Марков Локомотив! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые друзья, уважаемые зрители Независимой Федерации Рестлинга, с большим удовольствием рад приветствовать вас на очередном выпуске шоу «Удар» Собственно, от Независимой Федерации Рестлинга. Это я, генеральный менеджер Тим. Со мной сегодня мой напарник, правая рука, и первый заместитель известного генерального менеджера Ричард Моу. На ринге у нас сейчас Иван Марков Локомотив. Сейчас он будет рассказывать, как мне кажется, о том, что он собирается делать после событий на шоу «Последний бой». Здорово, народ! Здорово! Осталось, где все принять? Аааа... Аааа... На самом деле, очень тяжелые две недели были в моей жизни. Я многое обдумал. Здорово? Аааа... Мы чуть не сдохли. Аааа... Да... Этот «Последний бой», он, наверное, действительно оказался «Последним». И сейчас я сделаю, наконец-то, самое главное, правильное, что я должен был, наверное, года два назад еще сделать. На самом деле, ребят, вы, 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 вы многие были правы. Последние два года я где-то запутался и что-то дело, наверное, не так. И теперь я хочу объявить о завершении. Совершении. Так, стоп, стоп! Стой! Кейти, давай! Тихо! Наверное, сейчас я спасаю тебя от совершения, пожалуй, самой, самой большой ошибки в твоей жизни. Кейти, проблема в том, что я уже все, все решил. Все решил, да? Да. А я? А как же я? Мы? Мы команда. Ты меня решил оставить, да? Окей, окей! Малыш, жду тебя! Нет, тебя я не оставлю. Тебя я не оставлю точно. Понимаешь, больше нету титула. Больше нету титула. Тебе! Ты его завалишь от Богдана! Ты же, ты же, ты же мог! Дело не только в титуле. Да и тем более давайте, давайте вспомним сейчас, что было, что было. Ты уже победил. Тогда... Если бы он не титул... Да, да, да. Ты бы отстоял и двинул. Да, ты уже победил. Именно. Так. Ты победил, да, да. Ты победил. А давайте, а давайте еще вспомним один такой момент интересный. Михаил Никитин пытался забрать у тебя титул. Только у него не получилось. И что же он сделал дальше? Он ставил тебя каждый раз на каждое гребанное шоу, чтобы ты этот титул защищал. А что делал Богдан все это время? Отдыхал. То есть Никитин намеренно пытался тебя вымотать. Возможно, даже травмировать. Чтобы ты... Да, кстати, Богдан. А где, кстати, Богдан? Где Чиклен сейчас? Скорее всего так и есть. Отдыхает. А вот ты титул защищал. И... У Никитина снова ничего не получилось, потому что ты снова отстоял этот титул. А потом появился титул и все. Да, 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 да. А потом появился самый честный рестлер, только честностью от тебя не пахнет. Ты сам не раз прибегал. Не совершай ошибку сейчас. Не совершай. Конвратительным методом, дабы добиться успеха. Даже в матче против Локомотива. И что мы видим сейчас? Богдан Чемпион, да? Богдан Кривов! Богдан Кривов! Богдан Кривов! Вы сами сейчас слушайте, друзья. Богдан Кривов! Окей! 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 И этого человека ты считаешь чемпионом? Никитин вмешался в тот матч. После того, как ты сказал, что этого делать нельзя. А нас ты с Мишей Вахнеевым выгнал. И мы не вмешались потом. Не вмешались. Где же честность? Где же честность? Друзья, дам пару вопросов у тебя теперь. А самое главное, что ты сейчас сидишь и молчишь. Локомотив, олицетворение российского райсинга. Он лучше, он гораздо лучше тебя. А знаете почему? Потому что за всю свою карьеру Локомотив не только, не только защищал титул здесь. На каждом шоу. Он еще и побывал за границей. Гораздо больше, чем все остальные рестлеры НФР вместе взятые. Он привозил оттуда титулы. Был чемпионом и там. И почему-то там его уважают больше, чем здесь. С какого-то перепуга. Он не захватил скрыть. Локомотив самый лучший рестлер. Не только в НФР. В России, в СНГ, в чертовой Европе, во всем гребаном мире. Сильные слова, дамы и господа. От бывшей двукратной чемпионки НФР. Все остальные, рестлеры и ты в том числе, завидуете Локомотиву. А самое главное, знаешь что? Они хотят, чтобы ты ушел. Потому что они хотят занять твое место. Только у них сил не хватает добиться таких же успехов. Назовите мне хотя бы одного ублюдка, который хоть на пол шага приблизился к уровню и успеху Ивана Баркова Локомотива. Блин, ты же права. Ты же реально права. Нет. Джокер! Джокер! Стой, стой, стой. Сейчас я вам расскажу одну маленькую. Но она права. Она реально права. Ваш любимый гребаный Джокер был создан Локомотивом. Да, на секундочку, кстати. Где теперь Джокер? Где он теперь? А я все еще здесь. И... Спасибо тебе огромное. Ты же самую тупую ошибку в своей жизни. И самое страшное в этом всем, знаешь что? Я бы мог стать таким же говном и ничтожеством, как вот все эти дебилы. Ты гораздо лучше. А русскому рестлингу, российскому рестлингу нужен Бог. Вот. 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 А я... Я мог бы стать вот такой серый мастер, который бегают последние... Последние денежки у мамки обнимают, чтобы посмотреть, как выступает их любимая Окей. А я... Я бог рестлинга. И я... Верну титул в нашу мировку Окей. Я тебе обещаю. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Не, 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 не только... Говорите. Есть не только титул чемпиона НФР в тяжелом весе. Вы же команды. Есть командные титулы. Точно. А мы же... Самая лучшая, самая доминирующая команда в России. Да вообще во всем топном мире. И у нас должны быть командные титулы. Знаешь что? Очень скоро мы соберем и командные титулы. И вообще все титулы в МВР. Потому что у нас все... О! 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 Сильное заявление! Будем его проверять. Проверять я его, конечно. Буду, твою мать! Слушай, Кейси играет в очень опасную игру. Я очень добрый, поэтому, ну, какие сейчас могут последовать радикальные действия? Никаких. У ребят большой стресс. Локомотив потерял титул, который он абсолютно нечестно защищал все эти годы. Они там могут сколько угодно кого-то оскорблять, меня, оспаривать мои решения. Но, тем не менее, решение уже принято. Случилось то, что случилось. Сейчас независимый федерат стрессовый чемпион Богдан Климов. А Локомотив и Кейси, видимо, настроены на командные титулы. Ну что ж, почему бы, собственно, и не да. Петруха! Опять нажрался, скотина! Чемпион мазать! Я тебя не буду снимать, пошел жжу. Стой, стой, поднимайся. В празднике я сплошной дождь. Ничего еще делать. Опа! Опа! Вы че, шляпники шепки? Че, до сих пор отмечаешь? Я чемпион, имею право. Отдал. Свалил, на, отсюда. Чемпион здесь решает. Ты вообще никто. Сбери своего, этого, шляпника. Пойдем, пойдем. Он, по-моему, не в духе. Да, это... Что ж... Жокер. Жокер! Я теперь ваш новый жокер! Вы поняли все? Я чемпион, на! Я здесь решаю! Появил он, что это? Стой, стой. Ааа! Опа! Лапочки! Ааа! 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 Новый интернет-натор шемпиона! А мы готовы продолжать дальше. Это шоу независимой федерации рестлинга «Удар». И далее нас ждет титульный бой за чемпионство в легком весе. Встречайте, первый участник этого матча – НМГ! Если говоря откровенно, я считаю, что легковесный дивизион сейчас также находится в определенном, я бы даже сказал, в большом упадке. И единственное противостояние, которое сейчас крутится вокруг этого титула – это НМГ. Я, если честно, не понимаю, товарищ генеральный менеджер НФР, почему дается возможность этому человеку, ведь он уже неоднократно воровал физический титул. Второй участник этого матча – Афоня! Парень молодой, парень горячий. Я думаю, что он пока не совсем отдает отчет своим действиям. Тем не менее, он готов драться за титул. Он заряжен всегда. А вот еще кое-кто, кто заряжен еще сильнее, так это Афоня. Это же главный механик российского рестлинга. Так, точно! Ну а, собственно, у НМГ сейчас есть прямая и непосредственная возможность доказать не словом, а делом, что он достоин быть королем легковесного дивизиона НФР. Слушай, последние матчи они проходили в режиме один на три. И встречайте! Чемпион в легком весе! Макс Бро! А вот сейчас это матч тройной угрозы. И это очень интересная вещь, потому что каждый рестлер сам за себя. И здесь может случиться все, что угодно. Да, определенный элемент неопределенности уж, извините за частичную тавтологию. Так и есть. И самое интересное то, что сейчас все матчи без дисквалификации. Мы будем смотреть классное шоу, вы будете смотреть классное шоу. Никто не будет виноват, никто не будет прав, все будет отвечать. Но стоит отметить, что в данном случае все на 100% так, как нужно. Потому что это матч трех рестлеров до первого удержания. А следовательно, по сути, каждый и так мог бы воспользоваться чем, со что под руку попадется. Совершенно верно. Матчи тройной угрозы, они и так без дисквалификации. Но всегда, всегда есть некая грань. Даже в матчах без дисквалификации, которые переступать не стоит. Но сейчас, как бы, даже морально они могут взяться за все, что угодно. Использовать любые уловки. И да, опять же, элемент неопределенности. Сейчас мы знаем, отстоит ли Макс Про свой титул. И что самое интересное, его хороший приятель Афоня тоже также находится в матче. Да, они ведь, можно сказать, бывшие или даже действующие командные партнеры. Их альянс, сход и развал, их альянс сходится и разваливается. Совершенно верно. Это происходит постоянно. Просто ини-янь, огонь и вода, земля и ветер. Так точно, и сейчас Афоня и Про Макс пытались выяснить отношения друг с другом. НМЖ пользуется замешательством и нападает на обоих. Смораскидывает по углам. Резво разгоняет ребят по углам. А решиви... О, отличный бокал был. Прям в челюсти, клоузлайн от Про Макса. Локтин встретил Афоня. Смотри, как команда сейчас планирует поработать Афоня и Про Макс. Кажется, сейчас у них все получится. И так. Перепутал Макс по направлению. Ничего страшного. Отличный модифицированный снэп-ску-пауэр-слэм. И Макс Про хоть и работает в команде с Афоней, но титул проигрывать он не готов. Он его даже показывает. Конечно, он столько работал. Михаил Никитин столько тренировал этого замечательного человека, чтобы он стал чемпионом. У лучших тренеров мира тренировался практически. Определенно. А Афоня тренировался в лучших автосервисах. И вот сейчас он демонстрирует свои напады. А вот руку Про Максу уже никто не починит, дорогие друзья. Он как робот-сгибатель из Кутурана сейчас сгибает Макса Про. Смотри, просто рукопожатием своим. Так, чем ответит Про Макс? Не хотел бы я пожать руку Афоня, к сожалению, как бы я его не уважал. Но это просто деловая встреча питерская. Слушай, это практически болевой прием получается. Макс Про может сдастся в этот момент. Но сейчас сдастся, может сдаться Афоня. Нет, все-таки Чехардат продолжает. НМЖ из третьего конца. Войной к Росбоди от НМЖ. Его поймали, его поймали. Его сейчас оторвут, его сейчас разорвут. Наглый, Аджор, побери, какой слэм. С переворотом, это даже что-то. Сингл-лэк дроп-кик от Афоня. И удерживает Про Макс. Афоня вовремя заметил. Не тут-то было, не тут-то было. Афоня все время контролировал ситуацию. И он не мог позволить, конечно, Максу победить. НМЖ попытался переломить ход матча, пока не получилось. Обмен ударами в центре. Да, НМЖ ошарашен, обрешен. Его попытки пока что тщетные. Повлиять на исход этого матча. Про Макс и Афоня пробуют решить его исход. Знатного леща получил Афоня. Дальше Макс Про попробовал сбить его шолдерблоком, пока не получилось. Вторая попытка. Габариты побольше будут, он потяжелее. Два, два, три, два! Попробует Афоня. Да, предлагает наоборот поменяться. Ну что ж, верно ли это было решение? Есть! Решение неверное. Макс Про пока лопатками на ринге. Афоня берет разбег от каната. Флип фрог от Про Макса. И попытка была. Франксвайслок. Возможно, попытка сукликса или DDT. Контропробует Афоня хипрос. Коленом пробил очень мощно, прямо в живот. И тут же ММЖ бил за гранд пик. На сквозь. Насколько неожиданно ММЖ сейчас ворвался в матч. Даже я не заметил, как он это делает. Прямо с ноги ворвался в хату, дорогие друзья. И реверс пнута. ММЖ оттолкился от канатов. Макс Про встречает с флапджаком. Тут как тут. Макс Про встречает ММЖ. Опять то же самое. Он только заходит в матч, только пытается переходить инициативу. Происходит совершенно чумовой экшен. Ни минуты не дают свои соперники продохнуть друг другу. Макс Про сейчас за рингом. Первый раз он там оказался. В центре работает Афоня. Сёрф. Ричард, помоги мне. Сёрфборд. Правильно. Так надо вспомнить. Это... Где же у нас за техническую часть? Кажется, это Мексикан серфборд стретч. Могу ошибаться. Вот именно это сейчас демонстрирует Афоня. Не представляю, в каком автосервисе ему его этому научили. Но тем не менее. Ой, и Про Макс. Он видит возможность. Он видит ориентир. И сейчас он может воспользоваться происходящей. Ориентир. Ух. Так, Про Макс удерживает НМЖ. Раз, два. Нет, только до двух. Только-только НМЖ вроде бы начал выбираться из болевого. Макс Про его не простил ему. Отличный панч от Афоня. Оглушает Про Макса. Но под маской, конечно, эмоции не столь отчетливо видны. Но тем не менее, панч был очень сильный. Под маской можно скрыть слезы, которые ты проливаешь от боли. Отличный счет на отмашь от Афоня. Да, звонко-звонко пробивает Афоня. Разгоняет Максом Про. Реверс-кнута. Встречает Зорти. Нет, еще один перехват. Мимо, клоузлайн. Да сколько же перехватов бошлица головы. Неужели... Смотри, у нее кружится голова, он поверженный. Стоит в углу ринга Макс Про. На манки-флип. Нет, отлично. Какой атлетизм от Афоня. Выстоит Афоня. Разбег от Афоня. И какой вид триггер. На противоходе Калена. Тут же НМГ пытается свернуть Афоню. Получится ли нет, только до двух. Ох, я уже думал, New Music Generation станет новым чемпионом в легком весе. На два с половиной вырвался Афоня. Сейчас Макс Про получил колено. Он в нокауте за рейд. О, отличный клоузлайн. Спиннинг Конор клоузлайн сейчас от НМГ. Суисайд! Че, они в порядке, да? Макс-то в порядке, нормально. Да посмотри, что происходит в ринге. НМГ возвращается в предел четырехугольника. НМГ нападает на Афоню. Перехват. Опять реверс запуска. Twitter World DDT нет. Торнадо DDT не получился сейчас у НМГ. Афоня с силой просто всего своего дела. Причем он делает это на весу. Держи Афоню. Будьте прощать, НМГ. Вертикальный суплекс просто великолепный. Можно сказать, из позиции дэдлифт он его поднял. Так точно. Словно мертвый груз поднял над собой. И Промакс запускает своего... Инициатива сменяется настолько быстро. Я даже немножко вспотел. Нельзя моргать. Нельзя моргать. Иначе все пропустим. И НМГ пытается пробить. Тройчка слева и справа. Промакс не дает этого сделать. И... Спортит Atomic Drop. Так. По лариатам... По лариатам... Да. И... Atomic Drop. Стандартный классический винтажный. И по трассуплекс. По нижнему и по верхнему этажу сейчас сработает. Да, проехался просто по всем частям копчика. Если можно так выразиться. Как бы НМГ ноги не отказали. Так и что? Что? Так, что? Дополнительный реквизит для НМГ. Вернее, для Макса Про. Это на локотник, чтобы снять его. Народный локоть от Макса Про. Неужели мы увидим это прямо сейчас? Мы присутствуем. Народный хатбот. Народный хатбот. Весь народ Москвы аплодирует. Сейчас Афоня в Брингборд. Сразу бодит Афоня. Что творится? Черт его знает вообще. В этом матче не будет победителя. После такого, мне кажется, рестлеры уже практически без сил. Все, каждый получил урон. Макс Про в ауте. НМГ в ауте. Какой матч? Афоня тоже в ауте. Так, Афоня. Клоузлайн. Находит в себе силы для клоузлайна. Еще один. Второй. Бромакс в шоке. Отличный маневр. Макс Про нинверсировал. DDT. Ох. Просто ураган, а не матч. Удержание. Нет. До последний момент. До двух. НМГ. НМГ, посмотри, он сидит на одном колене. Он был готов, мне кажется, ворваться, если что, и разбить это удержание на 2,9, чтобы все-таки завладеть этим титулом. Я думаю, НМГ всяко выжидает подходящего момента. Пока на кураже действует. Про Макса Афоня. Отличное сворачивание от Про Макса, но тщетно. А у Афоня не получилось ударить Макса Про грабуном в углу. Ох, сбивает сейчас ногой Про Макс. Афоня, тут же появляется НМГ. И что? Какой Франкенштайнер из позиции Электрик Чейра. Да как такое возможно? Он провернулся, прямо сидя у него на плечах. Вставляет сейчас в позицию для 10-ти Макса. О, шутка, дробь, 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 дробь. Отличный маневр. Просто НМГ жжет напалмом, дорогие друзья. Причем не только рэп у него жгучий, но и действие на ринге. Макс Про схватился за канат. Афоня, Афоня, что же такое? Пока не удается, пока НМГ не удается победу отдержать. Но НМГ грамотно делает. Он не делает повторное удержание, потому что понимает, что момент уже упущен, и надо действовать дальше, что он примет. Сил все меньше и меньше. Вот это! Шолдер такл в угол с разворота. Он вращением придал дополнительную скорость. Да, крутящий момент. Тут здесь имеет значение. И... Йошитоник! Нет, не получается! Какой переход! Макс Про! Станнер! Станнер! Макс Про Станнер оглушает, ошеломляет НМГ. Он выкатывается за пределы ринга. Он выкатился, его теперь не получится удержать. Он оглушен, но его не получится удержать. Да, удержание только в пределах четырехугольника в данном случае. Это не фоллскаунт anywhere. И вновь знаковое противостояние Про, Макс и Афонии. Друзья и враги одновременно обмениваются ударами сейчас. Макс Про блокирует в последний момент. Афония блокирует! Макс Про блокирует! Двойной разбежкой и обоюдный клоузлайн! Двойной клоузлайн в центре ринга сейчас. Так, НМГ появляется на ринге. НМГ со стулом? НМГ со стулом? Ты посмотри. Я полагаю, он не хочет присесть, отдохнуть. У стула будет другое назначение. О, черт! Хочет огреть пацанов по спинам. А дарить такими горчичниками небольшими. А может быть даже и большими. Никаких претензий. Мало того, что это матч троих, так еще и официальное разрешение у нашего Думберата. О, Макс, просит сейчас пунчу. Так, это что такое? Это не может быть! Это Гарри Свит! Это Гарри Свит, бывший чемпион в легком весе. Экс-чемпион в легком весе здесь, забрал стул, НМГ, говорит, никаких штук. Гарри Свит. Топ-10, НМГ предательств, дорогие друзья, не может такого быть. Твою мать, что происходит? Гарри Свит, вот это нежданчик, вот это... И НМГ удерживает, неужели НМГ новый чемпион в легком весе? Это три победителя! И новый чемпион в легком весе! Независимая бензинская распоряжение о том, что матч троих без диспроекции. Вот так оно и подействовало против Промакса и Афони. Что тут еще можно сказать? Это даже лучше, чем я мог себе представить, коллега. Отличный матч, отличный матч. Как тебе, брат? Как тебе? Матч без дисквалификации, ты чем слушал? Поздравьте нового чемпиона! Ваш новый чемпион в легком весе, НМГ. Все-таки на этот раз он его не украл, а выиграл в матче по определенным правилам. Макс Прой и Афоня знали, что матч без дисквалификации, они могли использовать этот стул. Но вот чего мы не знали, это то, что Гарри Свит вернулся. Обновленный, восстановившийся, с новой прической, обозленный и жадный до побед, Гарри Свит ворвался в эту тусовку. Что ж, дорогие друзья, а вы-то ожидали вообще такого появления? Пишите в комментариях внизу. Я готов открыть комментарии прямо сейчас и написать о том, что это был просто матч шесть звезд. Я даю семь. Продано молодому человеку в стильных очках. Встречайте чрезвычайное происшествие независимой федерации ростлинга Алексея Чапланова и Кира Смертина. Повышенный уровень опасности, дорогие друзья, потому что Алексей Чапланов вместе со своим бизнес-менеджером, если я правильно понимаю, Кирой Смертиной появляются на арене Шеудар. Землетрясение – 10 баллов, Волны – 9 баллов, Магнитные бури, Тайфун, Смерч, Ураган. Но по фидбэку я ставлю пять звезд. Отличный рестлер, бывший командный чемпион НФР, бывший интернет-чемпион. Слушай, Рич, я большой фанат Алексея Чапланова. Я тоже, у него отличная прическа. У меня такая же. Вы, получается, причесочные тезки. Да, разлученные в детстве братья, я бы сказал, но нет, Чапа лучше, Чапа лучше. Братишка родной, от мамы другой, прекрасный рестлер. С неоднозначным поведением, да, будем откровенны, будем честны. Но сейчас, с учетом новых правил, вполне возможно, он будет чувствовать себя немножко свободнее. Выключи мост. Раскроется, раскроется гораздо лучше. Давай послушайте. Заткнитесь. Совсем скоро я разберусь с Александром раз и навсегда. Но перед тем, как это сделать, мне нужно хорошенечко размяться. И поэтому сейчас я выберу себе оппоненту. Кого же мне выбрать, а? Возьми Ричарда. Возьми Ричарда. Он мне выбрать. Не надо. Возьми Ричарда. Ричарда возьми. Тима. Нет, я не могу. Я в космическом. Я нашел на сегодня себе оппонента. Нет, возьмите. Заткнитесь. Что? Алекс ЧП? Что ты хочешь? Я боюсь, Алекс ЧП. Я вижу охранника. Нашего доблестного охранника независимой федерации. Крепкий парень. Я думаю, он мне подойдет. Ты хочешь драться с охранником? Да. А ты хочешь драться? Ты хочешь драться? Да. Нет? Ну, может, да? Такой шанс пришел. Попробуй. Это шанс для тебя. Это шанс для тебя. Послушай. Навинцозный вообще. Ты всю жизнь хочешь быть охранником. Первый заместитель генерального менеджера тоже смотрит этот матч, да? Руководство здесь. Дожди, Мат. Подожди. Не бойся, не переживай. Мы и позволим это сделать? Давай так. Да, твою мать. Пусть парень себя покажет. И чтобы у тебя было чуть-чуть мотивации, сегодня произойдет чудо. Если вдруг ты сможешь победить в этом матче, мы предложим тебе контракт НФР. Согласен? Анаст, ты не забыл об этом предупредить, уважаемая Кира Смертина? Потом договоримся. Мы с вами пообщаемся, обсудим все условия. Мне кажется, неплохой вариант. Если вы так хотите. Мы посмотрим на этот матч и примем решение. Дадим молодому человеку шанс себя показать, да? Ты готов, пацан? Постарайся. Как интересно быть генеральным менеджером независимой федерации рестлинга. Все что-то придумывают, тебе что-то предлагают, какие-то контракты. Что я могу сказать? Что-то отчасти сродни нештатной ситуации у нас сейчас на Венген-ФР. Мы обсудим все условия, дорогая. Но Кира Смертина предлагает интересные решения, прошу заметить. Я как бизнесмен понимаю ее. Да, я сейчас как бывший рестлер. И ты как бывший рестлер понимаем бедного парня, который... Ну, насчет бывших рестлеров никогда не говори никогда. Как бы, вот что хочется сказать. Всякое может случиться. Ну, а пока что, что случается, это ЧП. Бэк Элбол. Тяжелее. Тяжелее. Тяжелее этого паренька. Ну что, друг? Слушай, но он... Это шанс, это тест для тебя. Но он терпила, в хорошем смысле. Посмотри. Если он сейчас вытерпит, если он... Мне кажется, на его месте любой другой будет давно попытаться сбежать. Но он... В целом, стоит отдать ему должное... Но он, мне кажется, будет бороться на хриттос пока что не дает. Высоченный. Высоченный. Он практически на третьем канатом его поднял. Да, что будет делать? А как его зовут, кстати? Я сейчас не могу тебе подсказать. Я не знаю, что... Надо будет перепроверить. Не знаю. Трудовые договора. Ну, посмотри. Давай, Борис. Как охранник, как охранник. Он доблестно выполнял свой долг. Он не является профессиональным рейсером на данный момент, но у него есть такой шанс. Аликс ЧП запускает охранника. Так, и Аликс ЧП разбегается. Клоузлайн в угол. Так, еще одна разбежка. Еще Аликс Локоть. Или Клоузлайн. Отсюда не было видно. О, колено прямо в челюсть. Попытка в угол. Не мульдог. Расплющил сейчас лицо. Что это, три? Лицо этого парня. Алексей ЧП. Нет, это два. Он, бацан, красавчик. Борис, давай, ну. Рефери фиксирует два. Ты хочешь контракт рестлера и НФР или нет, черт возьми. Давай. Посмотри, Алекс ЧП немножко занервничал. Он уже не такой спокойный. Но все-таки против него Алекс ЧП. А это вам не это. Зрители поддерживают, кричат охранник. Давай. Алексей Чепланов завершает. О, два колена в угол. Прямо в лицо. Что-то мне... По-моему... Что? И это еще не все. Два с половиной. Против неподготовленного человека. Вау. Алексей Чепланов, а так ли ты хорош, как мы тебя тут нахваливали? Я думаю, это только раззадорит Алексея Чепланова. Попытка хедлок-драйвера. Нет. Дропик! Дропик! Что-то, дропик! Вот это да! Нашел в себе силу. Давай, давай! Мы болезняем! Взбивает Алексея Чепланова. Еще один. Ну что? Где подписать его контракт? Давай. Ручка. У меня есть ручка. Да. Багдрёв, все. О, как ты видел, как он поднял его. Раз, два. Я в последний момент. Алекс Чепланов. Но все-таки это опытный рейсер уже. Относительно опытный. Неси мне контракт, дорогая. Я уже готов. А знаешь, что несет Кира Смертина? Алексея Чепланова. Это бита. Он хватает биту. А, черт. Да тебе не нужна была эта бита. Камон. Да он чуть не проиграл. Только что ты видел. О, черт. Прямо в лоб. Прямо в лоб. Ай-яй-яй. Алексей Чепланов. Ну что ж. Все в рамках правил. Дисквалификации у нас нет. Охранник об этом знал. Мне кажется, на этом Чепланов уже не остановится. Он... Да. Убираем ручку. Видимо, контракт мы сегодня подписывать не будем. Хедлок. Это Александр. А, не хочу сказать. А, а секалки. А секалки для ЧП. О, маути. Вы посмотрите. Оглушительная реакция фанатов. Матч не закончился. Уже не удержал. Это еще не все. Замалил к себе на плечо. Матчер. Это как? Файт андер. Файт андер драйвер. Твою мать. Это может быть конец карьеры Алексея Чепланова. Битого Александра. Битого Александра. Он показывает, что он собирается казнить ЧП. Он уже его казнил. Но это не предел. Битый! 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 Рефери пока наблюдает. Он пока принимает решение не останавливать. Этот матч. Удар в билосердие. Еще скандирует музыка. Провожарные зрители. То, что я говорил. То, что я говорил. Матч без измолификации. Это супер. Это то, что нам нужно. Александр, он что-то есть. Кира, Кира, давай, вот он, Александр. Вмешайся же, сделай что-нибудь. Ударь его по яйцам. Кира, бей его. Кира, бей его. Бей между ног его. Так, Александр, тем временем. Он находит стул под рингом. Да, ринг это настоящий ящик Пандоры. Она подбадривала охранника. Говорит, мол, давай, давай. Она хочет себе нового клиента. Понимаешь, что если она сейчас... Да, видишь, что... У него контракт у меня и у нас с тобой. У нее будет новый клиент и новые комиссионные. Интересное решение. Видишь, что старый клиент уже, так сказать, амортизация, все. Он отношен. А ты не думаешь? Так, попытка по счете от Киры. Вот, вот, о чем я напарил. Она попыталась вмешаться. И сейчас она поплатится. Женщин бить не очень хорошо. Но Максиму Миронову виднее. Он пока не остановит. У него достаточная полномочия. Усаживает ее сейчас за стул переговоров. Я не спортсмен, кидает Кира Смертина. Может остановить это? Она убежала, смотри, успела убежать. Да, Александр, мне кажется, несерьезно хотел покончить с ней. Но так он ее проучил немножечко. Но вы посмотрите на ее лицо. Она в испуге. Все. Это лицо страха. Слушай, пошло... Не в том время и не в том месте. Час, что вы разложили. Какой кошмар и какой... Бригаду медиков сюда. Кира Смертина хватается за голову. Я не хочу, я полагаю, не хотели вести за эту ответственность. Это гарантированная вещь. И что? Матч не закончен. А! А! Давай, подписывай быстрее. Подписывай. Подписывай. Неси контракт сюда, дорогая. Этот пацан получал контракт рестлера беззависимой федерации рестлинга. О, мой бог. Встанем, давай встанем, поаплодируем. Ты молодец, парень. Ты молодец, парень. Ты молодец. Ты молодец, парень. Мы с тобой. Родная, мы с тобой обожала, говоримся. Родная, мы с тобой сказали. Что ты говоришь? Родная, мы с тобой. Прости, Кирочка, но говоря о чрезвычайных происшествиях, форс-мажор появился в неподходящий момент. Совершенно верно. Чрезвычайное происшествие случилось сейчас. Столкнулся с еще более чрезвычайным происшествием. Боже мой. Мы с тобой все обговорим, сладкая моя. Плюс один кросс-туройн ФР. Ура. Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Удар» продолжает дарить нам массу сюрпризов. Море разломанной мебели. Но, как вы понимаете, это только начало, потому что дальше нас ждет титульный матч за интернет-хардкор-чемпионство. Встречайте чемпион Руби Брут! Интересно, что еще по старой памяти рестлеры продолжают начинать матч в классической манере. Слушай, а с захватами, с разбежками, с приемами. А вот интернет-хардкор-чемпионство, оно подразумевает на это хардкор-начало сразу. Слушай, а чувствуешь ли ты какую-нибудь ответственность? Ведь это же твое нововведение, возвращение старого-нового или нового-старого титула. Слушай, если говоря откровенно, Руби Брут, Юрий Ворон Чистяков уже доказали, что это было прекрасное решение. Они выдали абсолютно чудесные несколько матчей за этот титул, потому что он отстаивается 24 на 7. Я чувствую совершенно верно определенную ответственность, но правила для всех едины. Все их знают, все знают, что этот титул защищается в любом месте, в любое время. И, в общем-то, он, скажем так, живет своей жизнью. Да, и сейчас этот титул в руках Руби Брута. Я так понимаю, он уже мультикратный чемпион. Он стал первым чемпионом. И его оппонент. По возвращению... ОЛЕКС ФРАНКО! Совершенно верно, лично прав. Руби Брут вписал себя в историю, выиграв первый рестлер, который выиграл этот титул. Это был Руби Брут. Гордый член группировки Миллениум, Олекс Франко. В сопровождении здоровущего, высоченного Закон Рейтона. Ты посмотри на этих машин. Я, слушай, я большой фанат этих ребят дома. Я был с ними в матче, тогда мы с Алексеем Усманом стали командными чемпионами НФР. Нелегко придется любому противнику, кого-либо из них. А уж тем более, когда они в команде, все, пиши, пропало. Я вижу этих парней, вот знаешь, как Геракл. Вот есть бог, в рестлинге есть бог. А есть почти бог. И вот пока что эти ребята сейчас почти бог. Ну, им чуть-чуть не хватает для того, чтобы стать богами. Но мы все знаем, дорогие друзья, кто у нас бог. Мы все знаем, кто бог Хрестлинг в этой стране. Но вот этим ребятам прям чуть-чуть, но прям одной капельки не хватает для того, чтобы встать наравне с богом. Вот я вижу их. А, полубоги у нас тоже? Полубоги это нечто другое, но нечто не менее интересное. И, кстати, половинка полубогов сейчас тусуется с богом. Все правильно? Полтора бога. Невероятно. Ладно, сейчас не об этом матч стартовал. А, вот это оглушительный удар гонгом от Зака Нейтана. А, Руби Брути отвлекся. Зак Нейтан применил умную. Конечно, когда рядом с ухом на полную звучит гонг, начинает звенеть в ушах. Это он его дезориентирует. Попытка DDT сейчас была на Руби Брути, но он его выкинул, выкинул Алекса Франка. Так, разбил от Алекса Франка. О, пауэр-бомба! Прям в последний момент он так успел перехватить попытку удара от Франка. Так, и нужно тайм-аут. Нужен тайм-аут. Ну, умная тактика, умная тактика у ребят. Но Руби Брути не до тайм-аутов. И он достает палку для Кэнда. Кэнда стик. О, черт! Пока для Зака Нейтана он не является участником матча. А, блин! Да, какая разница матчная ситуация. Это же могут быть рванные раны на теле. Так, и можно сказать, подвиг Александра Матросова сейчас совершает Зак Нейтан, но бэк-боди-дроп сейчас за ринг. Похоже, это было напрасно. Алекса Франка все равно получила от Руби Брута. Я хотел сказать, у ребят очень умная тактика. Сначала это крутая фишка с гонгом. Потом Зак Нейтан вытянул Франка из-под ринга. Видна работа? О, это было больно. Спина Зак Нейтана сейчас страдает. Он ему еще в пояснице, в догоночку дал ух. Аж мне больно стало. Так вот, сразу видны заготовки уважаемого Ярослава Вячеслава Державина. Черт возьми, этот человек гений. Качать гения. А тем временем, Руби Брут. Неудачный разбег в угол. Отвечает Франка сначала ногой, потом коленом, причем без наколенника. На третьем канате Франка. Очень больно. Ай, кросс боди мимо. Как обидно. Дыхание сбирается. Горбин Гарпун. Это Гарпун. Два. Нет. Только два пока. Алекс Франка достаточно выносливый молодой человек. И здорово поработал, конечно, и над Франка, и над Нейтаном. Ярослав Державин отправил на переподготовку, на повышение квалификации. И сейчас мы видим результат его системы. Система Державина. А тем временем, шолдер такл. Сейчас выводит, выводит на Ди-Ти со второго каната Руби Брут. Ди-Ди-Ти. Нейтан воткнулся, просто как у него мышцы, понял, в судороге от удара, от этого оказались. И, как мы видим, дорогие друзья, Руби Брут, очевидно, ведет матч против двух. Сразу двух членов группировки Миллениум. И удар после все равно два. После лобу Руби Брут вырвался. Руби Брут в последнее мгновение на 2,9. Так, тут же появляется и Зак Нейтан, который атакует коленом. Разбег и Франк Росбади с разбегу. Только два. Вау. Сколько сил у Руби Брута. Надо придумать что-то похитрее Алексу Франка. Нужно предметы использовать. Больше предметов. Возьмите что-нибудь там валяется. Алекс, Алекс, там кэндэ стик лежит. Разбейте бутылку, сделайте розочку. Это интернет хардкор титул. Я ему даже делаю одолжение, ему подсказывают, где находится оружие. Хотя он должен сам понимать, но Алекс Франк это и есть ходячее оружие. Вы посмотрите какой слэп. Как же он огрел только что Руби Брут, а у меня даже уши заложило, как от сигнала автобуса. Ай, вот опять. Тяжелейшим локтем отвечает Руби. Пока инициатива у нас никем не захвачена. Дорогие друзья, мы напоминаем, что вы смотрите интернет-шоу «Удар». Пока поставьте лайк, если еще этого не сделали. Пока Руби Брут пытается провести... Пытается поставить точку в этом матче. О, черт! А сам Суцлик получился у Алекса Франка. Последний момент он хотел удержать Руби Брут, а не получилось. Промах клоузлайном. Пап, Джо Брейкер. Модифицированный. И... Байсикл кик. Кик в живот. Кик в живот. И коронный прием Алекса Франка удается. Олимпик Слэм. И Алекса Франка с 12000-шим интернет-харткор-чемпионом 24 на 7. Новый интернет-харткор-чемпион Алекса Франка. Тяжелейшего Руби Брут он поднял себе на плечи. Я говорил, это почти что бокс. И он еще немножечко приблизился к высшей точке своей карьеры. Он получил титул. Да, это его первый титул, черт побери. Это первый титул Алекса Франка. Мы только можем поздравить его с этим. Сак Нейтин помогал ему в этом матче. Но на то это и интернет-харткор-титул 24 на 7. Руби Брут он тоже мог помочь кто угодно. Он мог договориться с кем-нибудь. Это Хитрык! Со стула! Это Хитрык! Чего бы принял Алексу Хитрык? Хватает Франка с пожарника. Берите! Берите! Что? Хитрык! Да! Вот это да! Алексей Хитрык с ноги ворвался в стату и забирает титул. Стрители ликуют. Они спрыгивают со своих мест. Леха! Теперь он ходячий мишень! Теперь он ходячий мишень! Добавил в загоночку он Заку Нейтану по голове ногой. Алексей Хитрык вместе с Микололой. Помогает у Руби Бруту подняться. Все-таки Алексей честных правил. Алексей у вас воспитан в правильных традициях. Он посчитал, что да, матч у бесит квалификации, но то, что делают ребята из Миллениум, это недопустимо. Что ж, это его решение. Рэк и видел. Черт возьми, это деньги. Это деньги. Алексей Хитрык против Владимира Кулакова за этот титул. Но что-то Владимир Кулаков не спешит, так сказать, лезть в драку, так сказать, с Алексеем Хитрык. И надеюсь, мы увидим этот матч. Он может появиться в любой момент, даже в Растилалке. Да, из ниоткуда. Но заметка очень интересная. Нужно взять на вооружение. Нужно подумать над этим. Нужно взять на вооружение. Алло-ка, товарищ, на связи Вадим, брат Ромэн Багров. Весна приходит, желтый снег под солнцем тает, о чем сердце Растлера попросту мечтает. Да о том, чтобы шоу проводились чаще, чтобы чаще видеть радостные лица своих фанатов. Я, конечно же, не исключение. Я заметил довольно-таки важную особенность. Я провел матчи против представителей всех промоушенов России. Но за исключением одного, который по большой несправедливости прошел мимо меня. А именно НФР. Независимая федерация рестлинга. Друзья, мы живем всего один раз. А рестерский век и то короче. Я не собираюсь ждать умоле погоды. Ретро-мен берет и едет в Москву. Да, друзья, дух ретро проникнет в каждую улицу Москвы. В каждый дом, в каждую дорогу. Ну, не факт, конечно, что дороги от этого станут лучше. Но уж поверьте, дух ретро 100% проникнет в НФР. Мы продолжаем шоу независимой федерации рестлинга «Удар». Встречайте, Александр! Александр появляется у нас сейчас в зале. Тяжелая судьба у Александра последние несколько недель или даже последние несколько месяцев. Все никак проклятый Алексей Чепланов не отпускает его. Все время вставляет палки в колеса. Не так давно Александр поделился своей тяжелой судьбой с Алексеем Чеплановым, если можно так выразиться. Совершенно верно. На шоу «Последний бой» как раз-таки Алексей Чепланов не дал Александру одержать победу в батл-ройле за чемоданчик с контрактом. Напомним, кто у нас владелец этого чемоданчика. Уважаемый Ярослав Вячеславович Державев. Именно так, Ярослав Державев. И поприветствуйте менеджера чрезвычайного происшествия Алексея Чепланова, Кира Смертина! Сейчас замечательная Кира Смертина порешает все вопросы. Ты думаешь, реально, я забыла все, что ты сделал? Ты не мог дать мне включенную микрофон? Помогите. Извините, пожалуйста, персонал. Тим, ты можешь намадить, пожалуйста, здесь все? Я похож на того, кто за микрофоны отвечает? Я не забыла, что ты сделал в прошлый раз. И сейчас у меня есть объявление для вас, для всех. Мой клиент, Алексей Чабанов, из-за вот этого вот человека выпал на неопределенный срок. Вы посмотрите на ухмылку Александра. Я думаю, это самая радостная новость для него за последние несколько. Но если вы думаете, что это единственный человек, у которого есть счеты вот этим вот, вы ошибаетесь. Есть и другие ребята, которые хотят с ним разобраться и навести здесь порядок. Так у нас уже полный порядок. Бросаешь микрофон, он из-за этого не работает. Так. Ого! Это же сам! Уважаемый, уважаемый Ярослав Вячеслав! Сообщей! Ярослав Державин выявляется сейчас в зале. Хотел нам, так сказать, пояснить свою точку зрения на некоторые вопросы. Есть у него счеты с Александром, действительно. Что будет сейчас использование его права, использование контракта, который он выиграл? Да, отголоски, группировки другие. Они идут до сих пор в независимой федерации рестлинга. Эхом раздаются. Ну, докажи еще раз, ты ведь бил его не один раз, брат! Александр! Совещается сейчас команда Миллениум, а Ярослав не озвучил, что он использует право на матч. Так, Зак Нейтан. Вообще, а за что? Александр ведь не чемпион. Он ведь не может. Он не может использовать никакого права. На ринге остался Зак Нейтан, я так полагаю, что у нас будет Александр против Нейтана, версия 2-0. Договоритесь уже там. Все-таки Державин. Хотя матч Александра против Зака Нейтана был, это было что-то. Очередная умная заготовка сейчас все-таки участником матча у нас является Державин. И сейчас Державин. Повторный разбег. Фугл и бакал, прямо в челюсть. Я даже немножко обескуражен все-таки. Уже чок слоен. Коронный прием Александра. Нет, умные, все умные, рестлинг. Мозг, мозг Ярослава Державина. Очень натренирован. Он остается, Державин остается всегда в ясном уме и всегда просчитывает последствия. Просит тайм-аут. Интересно, что отчетов-то у нас в матчах тоже нет, потому что матч в себе это с квалификацией без отчетов. Ну и вот максимально сейчас пользуется этим правилом Ярослав Державин. Его Александра, прошу прощения, отвлек Зак Нейтан. Александр мог отказаться от этого матча, но он почему-то все-таки решил драться. Видимо, хочет еще раз наказать Ярика за все эти бывые огрехи. Это был точно в цели от Александра, но умные рестлинг. Кичин Син. И отличный флоузлайн. Выворачивает наизнанку Державина. Александр, полон сил. Черт. Не позавидуешь сейчас Ярославу Державину, конечно. Какой неприятный стом. По хребтине, по лопаткам сейчас Ярику прилетает. Это может быть шревато сломанными ребрами. Вы посмотрите на Александра. О, европейский апперкот. Обожаю, обожаю европейские апперкоты. О, еще и что. Чопы тоже обожают. Все обожают Чопы. Все сразу решают кричать еще. Мне кажется, Александр вполне может составить конкуренцию тибетом по европейским апперкотом. Но речь сейчас не о Тиме и не обо мне. Речь сейчас о том, что происходит в ринге, происходит безумие. Потому что фирменная футболка Ярослава Державина просто порвана на британский флаг. Там мозг нарисован. Он как будто мозг его сейчас разорвал. Интересно, подействует ли это в реале на мозг Ярослава Державина. Тот, что подействует. Теперь нет никакой прослойки. Чоп может выбить из воздуха из легких. Не смотри на меня так, Франко. Вы деретесь и так втроем против одного практически. Ну, запуск в угол. И попытка бэксуплеса. Топлес. Причем, учитывая такого роста, Александр, этот прием просто на какой-то коэффициент больнее сейчас для Ярослава Державина было падать. Мне кажется, он так долго летел, что успел даже желание загадать какой-нибудь, например, не умереть после этого броска. Падение еще хлеще, чем падение курса рубля. И сейчас запуск с канаты. Вот, держа вели. И фрог. Подсечка. Подсечка. И... Кайф. Прямо в нос. Прямо в нос, Александр. Роб-кик. Ярослава Державина как отдельный вид искусства. Но этого недостаточно, чтобы удержать этого гиганта. Эх, эх, чем больше шкаф, тем громче падает Александр. И сейчас он действительно громко упал. Нужно собраться. Нужно быть внимательным. Блин, верный... Суплекс от Ярослава Державина. Верные напарники Державина все время тусуются возле рига. Суплекс от Ярослава Державина фиксирует пин. И снова Александр упорно не хочет проигрывать. Следят за всем происходящим. Смотрите, с какой амплитудой сейчас развернулся Державин, чтобы бросить свой локоть прямо в грудную клетку у Александра. Сейчас очень много удержаний было подряд. Державин очень хочет выиграть. Он после каждого приема удерживает. А это правильно, потому что каждый раз, когда тебя удерживают, тебе нужно тратить силу на то, чтобы оторвать лопатку. Это может быть ключевым фактором Х. Обоим рестлерам нужна эта победа. Державину нужна победа для того, чтобы доказать свою профпригодность. О, черт! Что вы сейчас видели? Какого черта? Спрингборд, клоузлайн. Реверсировал Александр. Пока я заболтался. Заболтался, да, байсикл кика. Причем на противоходе. Саня! О, борьбомбы, борьбомбы? Короны, да! Он взваливает его к тебе на спину, на пледе. Дискакивает в последний момент, Державин, удар в колено, разбег. И, само антроп, нет, отличное чувство ринга от Ярослава Державина. И все-таки его поднимает лекальный суплекс. Обескураженный, обескураженный Нейтан и Франко. Я хотел сказать, что Державину нужна эта победа, чтобы доказать свое... Судья все-таки заметил то, что лопатка была приподнята. Плечо было оторвано, судья прекратил удержание. Ему важна эта победа, чтобы доказать своим пацанам, что он может показать, что он настоящий лидер. Он лидер Прайда. Совершенно верно. А Александру нужна эта победа для того, чтобы вернуться в победную гонку. Но пока что в данный момент времени Александр занимается максимальной дискредитацией Ярослава Державина перед его пацанами. Если можно так выразиться, очередной разбег и мимо байсиклки. В ромах байсикл повисает на канате. Сейчас Александр получил нога урода. И спайнбастер лучший в этом бизнесе от Ярослава Державина. Лучший спайнбастер в центре ринга. 2,9. 2,9. Александр вырвался в последний момент. Прошу прощения, Александра так просто штурмом не взять. Александру нужны победы для того, чтобы приблизиться к титульной гонке. Я сказал победы, но как титуль. Победы в рейтинговых матчах это тоже немаловажная часть карьеры рестлера. Ой, какой локоть разворота от Александра. Тем более, когда уважаемое руководство, генеральный менеджер и первый заместитель. Хэнспринг Станнер. Я очень много болтаю, друзья, простите меня. Александр сейчас разметеливает Державина просто из всех орудий. И сейчас выбивает клоузлайном за пределы четырехугольника Александр Ярослава Державина. Генеральный менеджер, заместитель смотрит этот матч. Не моргайте, дорогие друзья, не моргайте, потому что это суицид плачет Александру. Он хочет продемонстрировать все, на что он способен, абсолютно все, и он это делает, по-моему. Это достойно аплодисментов. Александр! Александр! Как батя, мне кажется, это не был прям вот запланированный чёп. Просто Александр схватил Ярослава Державина, и это было, отдалось таким звуком, как будто реально чёп. Ох, и попытка горе-бомба от Александра, но Нейтан и Франко... Тут как тут сбрасывают, сбрасывают Державина, начинают атаковать Александра. И никто не дисквалифицирует, потому что... Ну что, Максим Миронов, я напоминаю, он может принять решение о дисквалификации? Ах, даже так? Ну конечно. Судья волен даже дисквалифицирует. Я объяснял, что судья, судья решает всё в матче. Да я тут ещё на четвертый трек, и Робби Брут! Здесь заклашмачивают, заклашматили, заклашматили Фрэм. Напоминаю, что Алексей Хитрык, интернет-хардкор, чемпион 24 на 7. Так, 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 так. И не просто так. Друзья мои. Друзья мои. Уважаемый Максим Миронов. Я так думаю, что матч заканчивается ничем, да? No contest, скажем так. Дайте гор к нам. Участники матча просто свалили. Послушайте, послушайте. Я не просто так здесь комментирую матчи, и не потому, что мне очень хочется или очень интересно ещё что-то. Несмотря на то, послушайте, несмотря на то, что здесь у нас действует новое правило, которое Максим Миронов доблестно выполняет, я ему за это благодарен, есть некоторые вещи, которые, как я говорил, вот последние капли. Вот, когда немножечко уже перебор. Так вот, сейчас то, что вы увидели, я считаю, что это был немножечко перебор. И если, уважаемый Алексей Хитрых, уважаемый Руби Брут готовы, команду Миленю я не спрашиваю. На следующей неделе я назначу её матч 3 на 3. Александр, Алексей Хитрых и Руби Брут против команды Миленю. Это официально. На следующей неделе, друзья. Александр, тебе спасибо. Наверное, лучшее решение, которое только можно было придумать в этой ситуации. Они тут все думают, что я тут просто так сижу, что я просто пришёл рестлинг посмотреть. Вот я слежу, друзья мои. Я слежу за каждым. Если вы думаете, что я что-то не увижу, я увижу всё. А если вам что-то сошло с рук, то это достаточно только потому, что я этого захотел. Запомните это. Дополнительные экстра аплодисменты Александру. Посыпем ещё аплодисментами для этого замечательного рестлера. Да, совершенно верно. Большой атлет и очень опытный человек. С, опять же, непростой судьбой, непростой концовкой. Опять он был атакован несколькими парнями. И его ждёт матч 3 на 3, объявленный тобой. Конечно. Интересно, как они сработаются с своими новыми напарниками. Слушай, команда Миллениум, конечно, гораздо более сработанная. Но, тем не менее, я думаю, что у Александра найдутся силы для того, чтобы сплотить грунта хитрых, чтобы выбить всю дури с командой Миллениум. Слушай, рестлинг! Представляем вашему вниманию новый выпуск журнала Спотфест. 370 страниц интереснейшей информации про российский и международный рестлинг. Пионеры хардкора Александр Набиев о первопроходцах хардкор-рестлинга. Мировая рестлинг-сцена. Как развивался и развивается рестлинг в разных странах. Все это и многое другое в журнале Спотфест номер 4. Стоимость 500 рублей приобрести можно на шоу независимой федерации рестлинга и в группе контакта Спотфест. Уважаемый Иван Марков-Локомотив, 5 июня открытый вызов. Этот вызов за тебя сделал я, потому что я могу. Еще я могу не увольнять тебя из федерации. Еще я могу еще много чего для тебя или для Кейси придумать. Но пока что открытый вызов. Вот и все. Здесь все просто. Думать много. Кто будет моим оппонентом? На. Я не знаю. Это, послушай, это секретный, секретный оппонент. Он может быть, он может быть хоть откуда. Он может быть хоть откуда. Из любой федерации, из любой федерации Европы может быть этот оппонент. Не сомневайся, в моих способностях вести переговоры я договаривался и не с такими рестлерами, как ты, брат мой. Поэтому мы пока не знаем, кто будет твоим секретным оппонентным 5 июня. Но, слушай, 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 слушай. Очень хорошо, что ты улыбаешься. Потому что кое-что мы знаем точно. Да? Ты же любишь, когда все точно и на 100% известно. На 100% известно, что если ты победишь 5 июня этого, когда, когда ты победишь, может быть с помощью Кейси, может быть самостоятельно, мне не важно. Когда ты победишь 5 июня, ты будешь в этот же вечер драться за главный титул независимой федерации Европы. Это окей, это окей, это окей, бро. Зрители тебя любят. Вот наконец-то, наконец-то, нормальное, правильное решение. Зрители тебя любят. Я тебя уважаю. Мы тебя уважаем. Ну, послушай, послушай. У мальчинга всегда два исхода. Если ты проиграешь, Ричард, скажи им, есть ненулевая вероятность такого исхода. Если ты проиграешь, ты целый год не сможешь бороться за титул чемпиона независимой федерации рестлинга. Сорян. Но ты сможешь. Мы в тебе уверены. У тебя есть поддержка, у тебя есть большие мышцы, у тебя есть большой мозг, у тебя есть все. Действуй. Ты будешь. Total package. Total package. Забей. Забей. Так и есть. С будет окей. С будет окей. Ренак Моргенкач. Ну что, друзья, мы уважаемым Ричардом Молдом подготовили для вас. Небольшой, а может быть и большой сюрприз. Давайте смотреть дальше. Ее командный партнер. Родди! Сейчас, прямо здесь, состоится командный матч при участии двух команд. Одна из них, Литана и Родди. Литана, что тебе не нравится? Родди это прекрасный рестлер. Очень сильный соперник, очень надежный друг и напарник. Он был командным чемпионом NFR, между прочим. Литана была командным чемпионом NSW. И это очень оригинальный тандем. Это замечательный тандем. Я уверен, вы сработаетесь. Все круто будет. Эй, ну ты чего? А теперь поприветствует их оппонента. Королев Никодей, Север, Молдовец и Группионов Словей! Ну и что? Я хотел сказать, что появление Литаны это всегда сюрприз. Так же, как и появление Родди, в принципе. Особенно, когда они будут в одной команде против. Против окей, черт побери. Черт, это деньги. Это деньги. Сейчас на этом ринге будут огромные бабки. И это точно не зимбабвийские доллары. Уважаемый Иван Марков, Локомотив и Кейси заявили, что они готовы собирать командные титулы. Они готовы драться. И сейчас будет их матч. Как команды. Ну что ж, получайте ваших соперников. Пускай покажут себя. Проверим их. Их проверят достойные люди. Родди бывшей команды чемпионов ФР. Литана бывшая командная чемпионка. Это Стабл Юнг. Просто Dream Team. Но сумеют ли они? Достойный отпор. Команда Литаны и Родди не такая сплоченная. Как команда ОК. Посмотри, насколько самоуверен Локомотив. Бог рестлинга. Насколько самоуверен Кейси. А у него даже на штанах написано Биг Огромный. Если бы я был таким огромным, я бы был так же в себя уверен. Лично мне очень бы хотелось, чтобы Родди и Литана смыли эти ухмылки с их лиц. Ухмылки? Я уверен, что ухмылки они точно смоют. А вот удастся победить в матче или нет, насколько грязно пройдет этот матч, мы сейчас будем смотреть. Командное взаимодействие решает многое здесь. Ребята хотели бежать за командными титулами. Послушай, послушай, послушай. Северная Валькирия вновь срывает банк с овациями, можно сказать. И наш матч начинается, дорогие друзья. Команда ОК решила, что они сейчас будут гнаться за командными титулами. И это сейчас для них будет начало чего-то большого. Посмотрим. Да, конечно, командный дивизион не настолько, так сказать, густ в НФР. Но, мне кажется, и для Литаны, и для Родди начало положено. У них очень большой опыт взаимодействия в командах. В принципе, не друг с другом, но в принципе, они в командах взаимодействовали очень много, очень хорошо и очень успешно. И сейчас мы наблюдаем противостояние девушек. Кейси против Литаны. Сейчас Кейси в уязвимом положении в углу отбивается от Литаны, но та пробивает кик в живот и фейсбастер. Икс-фактор такой практически на колени от Литаны. Кейси передает так локомотиву. Кейси передает локомотиву. У Алитана только сейчас понимает, что перед ней бог рестлинга. Но северная Валькирия, мне кажется, она готова спроводить его в Альгалу. По крайней мере, она постарается это сделать, но вы посмотрите. Да, шелдер-блок это, наверное, не совсем то, что хочется применить. Не стоит соревноваться с локомотивом в шелдер-блоках. Абсолютно понимаю тебя, Рич. О, все будет окей. Да что ж такое, Литана. Она может просто передать так родину. Вот это правильно. Вот это правильно. Как я люблю и оскорбление, и урон одновременно. О, вот это было жестко. Через бедро в такой борцовской манере локомотив сейчас и прокинул Литану. Локомотив любит доминировать подобным образом над более... Увернулась она отрыва с локомотива. ...более юркими, но менее габаритными соперниками. И Литана набрасывается на локомотив, и тот просто подхватывает ее окипушинку. Затрамбовывает плечо в углу. Причем затрамбовывает в своем углу. Вдали от своего командного партнера находится Литана, а Лок и Кейси могут меняться сколько угодно. Я не вижу, была ли там смена тага. Рефери рядом, главные рефери все контролируют. И несмотря на то, что матч без дисквалификации, смены тага считаются. И нелегальный рестлер не имеет права фиксировать удержание. Абсолютно верно. Наш рефери за этим четко следит. Передача тага была сейчас. У нас вновь девушки работают в ринге. Снепмейр от Кейси. И сейчас Литана... Ай-яй-яй, получает кики от Кейси. Это смертоносное оружие. Даже у меня дух захватывает от таких киков. Посмотри на локомотиву, он экстаз просто какой-то. Да, Господи, посмотри, посмотри. Не, она пыль выбивает просто как из ковра. А если сейчас появится монстр? Мы знаем, что в Литане живет монстр. Да. Что если Кейси сейчас... Кейси не хочет открывать вторую источность Литаны. Но Литана получает. Пяткой прямо в лицо. И вырывается. На два. На два поднимается Литана, пока не удается победить. Окей? Одного такого кика, какого-либо достаточно, чтобы вырубить своего соперника. Возможно, секунда жизни просто была вырвана у Литаны, но она вовремя сориентировалась и вырвалась. Хладнокровный, очень опытный боец. Она просто не сдастся. Самый безжалостный скук слэн, который я когда-либо видел. Абсолютно верно. Спина очень сильно страдает сейчас. Локомотив наступает. Наступает на шею Литане. И начинается полное доминирование Ивана Маркова Локомотива. Отдохнул немножечко за рингом, пока Кесси обрабатывала киками Литану. Сейчас в абсолютно вальяжной, спокойной манере он попытается закончить этот патч. Виндмилл слэм. Прием, который так любит проводить Иван Марков Локомотив. Ивана Маркова Локомотива. Кесси проводит! Это суплекс! На затылок. Прямо на затылок приземляется Литана сейчас. Кесси была нелегальным участником матча, но она не удерживает. Еще один супер! Вы посмотрите! Они оба действуют по образу и подобию друг друга. Это командная заготовка, абсолютно это домашняя заготовка. Литана сейчас страдает очень сильно. Роди пока не может ворваться в матч, он нелегальный участник. На самом деле он может, но просто он все-таки избирает момент что ли, я не знаю. Поддержка народа нужна Литане как никогда сейчас. Максим Миронов сейчас говорит о том, что это он устанавливает здесь правила и он решает, когда вести отчет. Да что ж такое, снова. Он решает, душит здесь или нет. Она не может дышать. Литане уже очень тяжело, у нее сил практически не остается. И вновь Локомотив заступает. В глазах потемнело, наверное, от таких удушений. Так, только не это, нет, я ненавижу, когда, нет, все-таки передумал. Халф Нельсон, Суплекс, и не будет опять Скукслен. Пока без Халф Нельсон, Суплексов. И коронные, коронные. А, черт! Классические чопы по конечностям. Нет. Роди, тебе нужно что-то сделать с этим. Локомотив это самый непредсказуемый соперник. Да, Роди, Роди, отлично. А, черт, ну вот, мышь локоть. А то другое локомотива бы получил сразу в лицо. Тим, ты был на одном ринге с Локомотивом. Да это абсолютно ужасно. Ты восстанавливаешься несколько недель после этого матча. Лутана Халф Нельсон, Суплексов, но... Наш локомотив записило. Черт, я взрослый. Роди на третьем матче. Она передает ему так. Роди прыгает. А, нет, слабчик. А, не получилось, не получилось завладеть инициативой сейчас. Ну что ж, Иван Марков Локомотив передает право боя Кейси. И Кейси уже против Роди. И мне кажется... Мне кажется, немножко проявление неуважения сейчас будет от Кейси, а также проявление своих ударных способностей. Роди повезло. Он заблокировал Кейси. Локомотив. Черт, и зря он это сделал. А Литана не может ворваться сейчас, чтобы помочь Роди. Она потому что потрясена до сих пор. Его обрабатывают с двух сторон. Рейфин начинает отчетом. Говорит, больше десяти отчетов нельзя действовать вдвоем. И это правильно. Он решает сейчас, какие будут правила. Добл стоп! Какой неожиданный! Я не могу уже. Это медленная китайская пытка. Да, как будто бы... Как будто бы Бомбукс на себя просматривает. Она на нас смотрела. Нет, нет, нет. Даже не думай, Кейси. Я никогда не окажусь на месте Роди. Это полная жесть. Черт, армдрак. Отлично. Еще один, Армдрак. Великолепно. Попытка. У Роди есть шансы. Вертикальный сублекс. Отлично. И Литана здесь. Она отопнула Роди. Сейчас у Литаны есть возможность поквитаться со своей оппоненткой. Да ладно, возможность Кейси встать. Утимирает коронный прием через мостик. Куда не стоксировать? Рядом оказываются длинные руки Ивана Маркова локомотива. Роди дотянулся. Прервал это удержание. Куда эти руки только не дотягивали? И для Литаны сейчас все будет не окей. Не лучшие времена наступают. Я не видел, была передача так или нет. Чинлок или Слиперполт. Но определенно сейчас локомотив пытается... Перекрывает, перекрывает крови. Перекрывает кислорода. Кислорода и крови в мозг Литаны. А черт, локомотив контратакует. Если локомотив разозлится, это все. Двойной чоп в углу для Роди. Начинается настоящий хардкор. Берет его на плечи. Берет Литаны позицию для полу-слэма. Для полу-слэма прошу прощения. Полу-слэма и Савон дроп одновременно. Это классика. Это классический локомотив. Винтажный Иван Марков. Как-то помню меня слева он так бросил. Вот это было... Вот это очень больно было. Кейси на третьем канате тем временем... Нет, только не это. Мы это видели уже неоднократно. У этой команды есть один очень интересный прием. Нет. Промазала. И вы посмотрите. Подвернула ногу, похоже. Промазала Кейси. Литана в последний момент сумела откатиться. Прочитала она эту комбинацию на каких-то рефлексах. Увидела, что Кейси собирается прыгнуть. У нее травмировано уже... Кейси не смогла сохранить равновесие на плечах локомотива. И вынуждена была спрыгнуть. И это болевой прием локомотива. Модифицированный Кобра Клач. Кейси хромает неудачно. Неудачно приземлилась. Локомотив говорит. Ты! Ты почему не сдаешься? Ты же охренела? А ну-ка сдайся быстро. Похоже он собирается с Литаны разобраться окончательно. Ротис. Снова коллодис. И шотка антропкик получает. И уже путь в схеме локомотивы. От Литаны. От отриц. Это 2 и 9. Она чуть не победила. Она чуть не победила сейчас. Немецкий суток. А это Литана. На локомотиве. Этот человек точно монстр. Литана подхватывает в ковш Кейси. И... Кладет. Она зацепляет Кейси. Она фиксирует древо боли. Пытается зафиксировать древо боли. Но не удается. Зато удается. Зафиксирует на втором канате. Сил чуть-чуть не хватает. Кейси на втором канате сейчас в итоге повисло. О нет, только не это. Это же коронный прием. Полет Валькирии. Но Кейси вы посмотрите. Кик Банши отмешает Литану. Последний момент нашла в себе силы и подтянулась. Литана... Я болею за тебя сейчас. На третий канат заползает Роди. И Кейси пройдется к нему. А на черт. Прямо причиной места. А и позвал локоть. Ревущий локоть от локомотива. У меня в ушах трещит от этого удара. Сейчас Литана... Что они будут делать? Сил суперкик. Реверсал в упс. Она в отключке. Она в отключке. А Роди тоже в отключке. Он никак не может помещать этому. Команда ОК побеждает. Команда ОК побеждает. Действительно. Первая победа для Донецки. Первая победа. В общем, не важно. Витамилы молодцы, конечно. Важно то, что это прекрасный матч для команды. Возможность проявить себя. Похоже, локомотив просто рвет и мечет после поражения от сам Дима. Нашел последний бой. Посмотри, как это заряжает его. Смотри, как заряжает. Он любит победу. Он любит победу больше всего на свете. Он любит показать, что он победитель. Да, он три раза попросил поднять его руку. И как бы три. Получается как ОК. Как будто бы команда все ОК. Вау, Литана повержена. Вроде так же без сил держится за челюсть. Ну что, интересная победа для команды. Вполне возможно, им удастся с такой же легкостью подраться с действующими командными чемпионами. Но Литана сегодня, конечно, была молодцом. Она провела путь в Кель-Локомотиву. И смогла зафиксировать удержание, которое было прервано лишь Кейси. Кто знает, что бы было, если бы Кейси тогда не разорвала это удержание. Вполне возможно, Литана бы победила. ОК. Он мог не успеть просто вырваться. Лучшие рестлеры перед вашими глазами, дорогие друзья. Это независимая федерация рестлинга. Это шоу УДАР. Зрители тепло провожают Литану. Тепло провожают Родину. Все-таки героиня этого матча скорее Литана, чем он. Потому что она вытерпела столько, сколько мужики не вытерпевают на этом ринге. Никто знает, возможно, они выступят как команда еще не один раз. Они сегодня были хороши. Вполне возможно. Ничего страшного. Ничего страшного. Это спорт. Такое бывает Литан. Редактор субтитров А.Семкин